Загадка. Кража у писателя. Инспектор Гудвин находился у коттеджа писателя, который был расположен на значительном удалении от загородного поселка. «Расскажите, что вам удалось увидеть?» обратился инспектор хозяину коттеджа, писателю Томасу. «Сегодня в утром обворовали мой дом», начал рассказывать Томас. «Приехав из города, я увидел машину, быстро отъезжавшую от моего коттеджа. Я заметил, что в машине был один человек, который управлял автомобилем. Когда я подошел к дому, то увидел, что стекло в окне разбито. Я сразу же поспешил внутрь. Когда я убедился, что меня обворовали, то сразу позвонил в полицию, описал автомобиль и назвал его номер», продолжал рассказывать Томас. «Это все, что мне удалось увидеть». Инспектор Гудвин внимательно выслушал рассказ писателя и обратился к сержанту Фунту. «Сержант, что вам удалось узнать по поводу машины?» «Мы нашли машину», – доложил сержант. «Она разбита и брошена в двух километрах отсюда. Машина в угоне. Мы допросили ее владельца». «Я с коллегами осмотрел все ближайшие леса», – продолжал сержант Фунт. «Здесь больше никакого жилья нет». «Но в результате поиска нам удалось задержать двух мужчин. Они сейчас в полицейском участке». «Но допрос мало что дал. Хотя я уверен, что один из тех двоих, кого мы поймали сегодня, и есть преступник», – доложил сержант Фунт. «И как же они объяснили, что делали в лесу?» – спросил инспектор у Фунта. «Оба заявили, что отправились на отдых в лес на несколько дней», – ответил сержант. «В лесу действительно мы обнаружили туристическую стоянку, и каждый утверждает, что это стоянка его. На стоянке находится одноместная палатка, запас продуктов и погаши костер. Не могу понять, кто из них лжет», – с возмущением сказал Фунт. «А как насчет отпечатков пальцев на туристическом снаряжении?» – поинтересовался Гудвин. «На разных предметах есть отпечатки пальцев и того, и другого мужчины. Оба утверждают, что часто и надолго покидали стоянку. Во время отсутствия хозяина стоянки любой из них мог прийти и оставить там свои отпечатки пальцев», – ответил Фунт. «При этом я не думаю, что в преступлении замешаны оба, потому что они точно не знакомы. Да и писатель Томас видел в отъезжающей машине только одного человека». «Мы их обыскали», – продолжал Фунт. «Но это ничего не дало. У Гарри нашли бумажник, складной нож, немного мелочи, расческу, спички и жевательную резинку. У Джека бумажник, упаковку мятных конфет, расческу, складной нож и таблетки аспирина». «Гражданин Джек вызывает больше подозрений», – сказал инспектор. «Попробуйте выяснить у него, где он спрятал награбленное. Почему инспектор Гудвин заподозрил Джека?» Ответ на загадку. У инспектора Гудвина вызвало подозрение следующее обстоятельство. Турист отправился в лес на несколько дней и не взял с собой спичек или зажигалку. Это бросает подозрение на Джека, среди вещей которого не оказалось спичек и зажигалки. Тем более, у палатки сержант Фунт видел потушенный костер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова